Здравствуйте! Вы смотрите программу «Синяя птица». В ней мы рассказываем о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. И тем самым увеличиваем шансы ребят найти новую семью. Сегодня наша «Синяя птица» прилетела в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Копейска». Здесь нас ждет встреча с Анастасией. Итак, вот она Настя. Здравствуй, Настя. Сколько тебе лет? Мне 14 лет. Как давно ты живешь в социально-реабилитационном центре? С 2014 года, в августе-всредок. Ну и как вы здесь живете? Что у вас есть? Я смотрю, очень много цветов. Скажи, кто их садил? Принимаете ли вы в этом участие? Их садили воспитатели. Мы им помогали рыхлить, поливать. Какая твоя самая любимая клумба? Потому что цветов действительно очень много. И разнообразие. И астры, и хризантемы, и... Забыла, как она называется. Питунья, да, по-моему? Вот эта вот. Вот эта клумба самая любимая? Да. Ты, наверное, чаще всего за ней ухаживаешь? Да. Что у вас еще здесь есть на участке, где ты любишь бывать? Вот выходишь на улицу. Где любимое местечко? Где проводишь время? Спортивная площадка. Так, спортивная площадка. То есть ты спортивная девчонка? Какие любимые виды спорта? Что ты любишь делать? Рассказывай. Я люблю скакать на скакалке, крутить обруч, бегать и играть. Ну, с мячом, наверное, да, какие-то игры. Во что вы играете? В пионербол или уже в волейбол, баскетбол? В футбол. Футбол. Единственное не назвала. Оказалось, что футбол. Ну да, у вас здесь есть возможность. Огород. Как? Нравится тебе там ухаживать? Чем гордишься? Какой культурой любимая? Ухаживаешь за которой? Огурцы. Огурцы. С помидорами. А вообще чем любишь еще заниматься? Чем вы здесь занимаетесь? Люблю книги читать. По самым часам. Какая редкость в наше время. Так, книги. Детские книги, там, например, Золушка, там, Красавица и Чудовище. Ну, мы с тобой сегодня проведем денечек, половину дня, и ты нам покажешь, чем ты любишь заниматься. Про тебя расскажут педагоги. Я думаю, что познакомимся поближе. И чтобы сделать наше знакомство еще более приятно, хотим подарить тебе небольшой подарок. Ну, знаешь, это такие приятные мелочи. Раз ты спортивная девчонка, значит, и рюкзачок под спортивную одежду, обувь тебе пригодится. Там есть еще ракнотик, ручка, что пригодится в новом учебном году. Ну, и такие девичьи радости. Сладкоежка ты? Сладкоежка. Сладкоежка. Отлично. Значит, мы угадали. Держи, теперь это твое. Спасибо. Ну, и пойдем, покажешь мне, где у вас что, где огород, что у вас еще здесь есть, какие площадки. Пошли? Пойдемте. Как видите, побыть экскурсоводом Настя согласилась легко и повела нас по небольшой территории социально-реабилитационного центра. Первую остановку во время импровизированного путешествия мы совершили на участке, который оформили педагоги совместно с воспитанниками. Веди. Это у нас клумба. Ну, клумба. Светами. Это паук, который делали психологи. А, это паучок живет здесь? Да. Кто делал? Ну, педагоги, да? Да, педагоги. Это мышки. Мышки. Поросята. Их тоже делали психологи. А вы чем-нибудь помогали? Помогали красить там. Благоустраивать, да? Да. Твой самый любимый здесь жилец? Осел. Ослик. Да, ослик получился миленький такой, хорошенький. Потом Настя повела нас на местный приусадебный участок. Здесь, опять же, благодаря старанию ребят и взрослых растут овощные культуры. Огурцы, помидоры, огромные тыквы и гигантские подсолнухи. Вкусный урожай. Во время прогулки у нас была возможность пообщаться. Диалог, благодаря легкости и коммуникабельности Насти, получился интересным и разносторонним. Девочка смеялась, шутила, рассказывала мне истории из жизни и свои наблюдения. Ну, что сказать, свою порцию позитива от общения с Настей я получила. Мое положительное впечатление подтвердили воспитатели и педагоги. Настя у нас очень хорошая девочка, очень ответственная, большая помощница. И она не только помогает взрослым, но и со сверстницами старается где-то помочь. Где-то, даже вот, допустим, тихий час у нас, она всем сама читает книжки. Это ее собственная инициатива. Знаете, если кто-то возьмет эту девочку, я думаю, что не пожалеют об этом. Доброта, легкость, искренность и общительность. Вот качества, которые отличают Настю от других. А еще девочка очень отзывчивая. Она всегда готова прийти на помощь и сверстникам, и взрослым. Она очень добрая, очень заботливая. Просто в крови у нее обо всех заботится. Плетет косы, поправляет одежду. Без комментариев, без каких-то лишних усилий она всегда рада прийти на помощь. Вот ласка, забота и нежность – вот это вот у девочки, черты ее характера в первую очередь. Она домашний как бы ребенок, теоретически. Практически немного по-другому. Очень любит рукодельничать. Когда что-нибудь сидит, делает руками, напевает песенки, это доставляет ей большое удовольствие. Ребенок вот этим и живет. От этого она и получает удовольствие. Девочка очень быстро находит со всеми общий язык. Хотя бы вот только потому, что она всегда для всех открыта. У нее всегда улыбка на лице. Она всегда рада всех видеть. Она всегда бежит навстречу, всегда радость в глазах, всегда счастье от общения с окружающими. Девочка очень хочет быть в семье. Она просто создана для того, чтобы быть в семье. Это девочка-мечтатель, девочка-романтик, девочка-сказочница. Читать она очень любит, кстати. Читает она очень много за поем. Ну вот девочка-фантазерка. Таких же мало детей сейчас. Сейчас у всех уже практически ум, практически склад ума. Все уже умеют все рассчитать, просчитать, что где. А она нет. Она девочка. Она золушка. Учится у нас Настя хорошо. В школе она у нас активистка. Она участвует во всех школьных праздниках, программах. Она участвует в театральных постановках. То же самое вот практически, что и здесь. Она всегда рада быть в первых рядах. Активна Настя не только в школе и в социально-реабилитационном центре. Где бы она ни была, она оказывается в центре внимания. Очень часто ребята ходят на занятия в городской краеведческий музей. И там у каждого появляется возможность проявить себя. На последнем мероприятии мальчишкам и девчонкам рассказали об одном из первых праздников урожая – яблочном спасе. По народному календарю его отмечают 19 августа. А ребят на посиделке пригласили накануне. 19 августа мы будем отмечать праздник «Преображение Господня». Или как в народе его называют – «Второй или яблочный спас». Это праздник сбора урожая яблок. До этого на Руси запрещалось есть какие-либо фрукты и плоды. С самого раннего утра народ шел в церковь, освещали яблоки. Потом старались угостить нищего. Яблочный спас даже нищие яблочко попробуют. Приходили домой, угощали своих детей и начиналась горячая пора. Собирали яблоки. На открытом занятии дети узнали много нового и интересного из обычаев празднования яблочного спаса на Руси. Собиралась молодежь на посиделке. Собирались они все в избе, пряли, вышивали. Иногда они собирались на праздники и всю свою работу чередовали с песнями, с плясками, с хороводами, с играми и с разными забавами. Вот и ребята повеселились в этот день в музее от души. Вместе они вспомнили пословицы и поговорки с упоминанием яблок, отгадали все загадки ведущей, станцевали и поучаствовали в конкурсах. Наша героиня не могла остаться в стороне от забав. Одна из них подарила много положительных эмоций не только Насте, но и зрителям. Так, держим яблоки. Шажочек друг к другу. Так, вот рот Настя. Настя, вот рот Данила. Под музыку начинаем. Марш! Опа! Смотри! Настя, вот рот. Кусаем, кусаем, смелее. Настя, нет, 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 ты не сама ешь. Угощай, угощай, Данила. Так, к Данилу ты лицом повернись. Данила, это ухо. Вот рот. Молодец. Настя, корми Данила, а то я кормлю за тебя. Он тебе пальцы откусит. Подожди, подожди. Ай, да молодец. Молодец, Настя. Так, Данил, вот, 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 вот. Вот. Дверь, палец. Настя, держи, яблочный, пойдет. Данил. Молодцы. Нам рассказывали, яблочный спас. Рассказывали пословицы, какие есть. То, что на них можно гадать. Что задумано, то придумано. Что придумано, что задумано. Задумано не умеется. Мне понравилось, где мы танцевали. И мне понравилось, где гусеница. Весело было. Семен Оrёк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семен Орёк. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы находим свое собственное ДимаTorzok